Всем привет, дорогие дамы и господа! Сегодня 14 сентября, и в нашем городе на Арбате проводится фотосушка. В этот раз призовой фонд за самые интересные и креативные фотографии будет 100 тысяч деньги. Поэтому сегодня уже сюда пришли, может быть, и полупрофессионалы, и любители, и будет борьба прям такая. Судьи будут независимы, пока не объявляют, кто судит, чтобы потом не было такого коррупции и прочего привзятости. Поэтому я предлагаю сейчас перенестись туда и посмотреть все же, как это происходит, как оно идет, и как принимает это народ, наши козлординцы. Вот такие вот фотосушки. А вот здесь Эдуард Власов с собой привез вот такие офигенные фотоаппараты еще сталинских времен. Постарше сталинских времен. Сталин, скорее всего, в школу ходил, когда эти фотоаппараты уже работали. Конечно, это панорама МЕНТР-1. Он, на самом деле, не сильно старый, примерно 50-х годов. А вот этот вот малыш, он, конечно, уже заслуживает отдельного внимания. Это Энерман 1917 года постройки, в полностью функциональном состоянии. Здесь только дерево, стекло и латунь, больше нет ничего. А вам, давай музыку. Ни кусочка пластика. Громче, громче. Он собран полностью из живых материалов. Вот, наглядно, оператор. Оператор, возьми в кадр. Оператор, возьми в кадр. 2019 год. 1917 год. Сто лет между двумя камерами. Функционален, работает, матовое стекло на месте, можем его проверить. А кадры делал на него? Нет, к сожалению, пленка на него стоит очень больших денег, причем реально больших денег. Один кадр сделать на него... Нет, нет, я в фагме сейчас закрыта. Надо открыть. Затвор от. Вот, затвор от. Мы его сейчас можем вынести аккуратненько и оператор снимет хороший кадр. А вот это вот что? Это ВКД фотокамера дорожная, советский образец, клон вот этого малыша. Конечно, уступает по всем параметрам и по качеству сборки. Если вот судить по как бы раньше и сейчас, сколько мегапикселей вот на этих камерах? Не измеришь. Они снимали на пленку, будет зависеть от разрешения сканируемого, сканера, которым ты будешь сканировать этот слайд. Поэтому здесь, в принципе, можно вытаскивать где-то до 120 мегапикселей без всяких проблем. Скажи ему так. Только не сильно, не сильно. Это что, сейчас фоткает, да? Да, это у нас идет срабатывание затвора. Выдержка абсолютно ручная, да, вот сам, сколько? Да, все ручками, все ручками. А как, смотри, вот допустим, раньше, да, вот он стоит и день световой, то есть выдержка вообще же быстрая нужна, да? А нет, раньше светоматериалы были гораздо более низкие по чувствительности, поэтому все вполне управлялось ручками. Шумов, шумы начинались где-то при айсов выше сотни, если по нашему на сегодняшний интервью. Да, класс. Участники в конце... Вот, поснимай сколько этих, а вот, вот этот, он фотопат, вот почти этот, двойник вон моего. Все еще впереди. Это 85 мм. Его очень любят видеооператоры, видеографы. Полностью ручной, но опять же тебе, наверное, знаком. Это что за 3D-камера? Да, это спутник, это одна из первых камер, которые выписались на территории Советского Союза для 3D-съемки. Когда мы делаем сразу два кадра со смещенной парой, и после этого при помощи диорамы мы могли просматривать трехмерное изображение на бумаге. Штука была очень редкая, таких камер выпустили всего 18 тысяч. Это камера Киев-80. А, видеокамера? Нет, это фото-канера. Киев 88-й достался мне от редакции местной. Игорь Титинок сделал мне подарок в свое время, и эта камера была одной из самых первых в моих коллекциях. После них, после нее я и влюбился в старую технику. Объектив какой стоит? Здесь вега-б. Диафрагма 2,8? Диафрагма 2,8 на 80. Опять же, полностью рабочий. А на такие снимал? Да. На него какая пленка используется? 120-й слайд. Опа, нифига! Смотри, Макс! Сколько в твоей коллекции вообще ретро-аппаратов кота? Больше 30. Коллекция постоянно меняется. В ней попадаются двойные экземпляры. Один из них остается, второй отправляется на продажу. Постоянное количество около 30. Но она скачет плюс-минус 5 камер, потому что я постоянно пройдусь в польске. Если попадаются интересные камеры, я ее забираю. Если нет, то она живется уже без меня. Вот такая сейчас сколько стоит на рынке примерно? Такая камера в таком состоянии стоит примерно 150-200 тысяч. Нормально. Потому что она, к сожалению, не комплектная, от нее не сохранился родной штатив деревянный. Если бы от нее был в комплекте вот такой родной штатив, то она бы стоила примерно 400 тысяч. Офигеть! Вот здесь смотри, вот тут эффект, как будто город идет и уходит вверх, как в фильме каком-то вот она. Я вижу колоритного парня. И парень очень колоритный, но фотографии у него в такой мрачноватой тематике. Покажи кадры его, которые... Слушай, а почему у тебя такой вот стиль, вот немного мрачный? Ну, знаешь, я решил выбрать такую необычную тематику, потому что... Как? Я решил выбрать такую необычную тематику, потому что, на мой взгляд, открыточные виды, яркие кадры, они как-то уже приелись. По крайней мере, лично мне. И я решил показать реально то, что я вижу каждый день. Допустим, в обычный момент человек ждет поезд. Просто, бам, ты едешь куда-то в машине с другом. Что-то вроде того. Обычные люди, обычные места, которые люди видят, не просто выходя куда-то, а каждый день выходя из своей квартиры, из своего дома. Сколько занимаешься фотографиями? Пошел уже третий год. На что фотографируешь? Очень старую, но при этом хорошую камеру Nikon D5100. Что, у вас самокат разыгрывается? Нет, просто у нас, получается, для работы выдается, чтобы более... проще было перемещаться по площади, получается. Удобно, практически. Вы на следующую точку теперь? Нет, сейчас заберем еще полу и сюда приедем. Да, давайте. А то кончилось, да, уже? Да, да. Народу много, активные. Как вам вообще вот эта фотосушка? Ну, как всегда, замечательно. Единственное, то, что мне понравилось, то, что именно на Арбате она совсем по-другому заиграла. Действительно, тусовочное место, красивую антураж. Я приятно удивляюсь. Здорово. Потому что там, в прошлом году мы делали в парке Батрахан-Шукенова. Там все равно не так нарядно и не так, как бы, как здесь. Здесь и на людей побольше, и музыкально тут, классно. А смотрели уже работы какие-нибудь? Да, я вот половину просмотрел, половину сейчас вот смотрю, в принципе, и работ больше стало, я заметил, как бы. В тот раз немножко поменьше было, сейчас и участников больше. Какая-нибудь уже приглянулась? Ну, мне вот ночные вот пейзажи понравились, вот это вот, то, что вот они классно смотрятся. Ночная козлорда тоже, оказывается, классно смотрятся, если ее грамотно фотографировать. Удачи организаторам и, я говорю, побольше таких классных мероприятий. Ну, как всегда, все здорово, молодцы, ребят. Это был Эрик Денисбаев, общественник, очень активный пользователь козлорды. Сегодня пришли вы сюда с работами или просто? Ну, как это с работой? Ну, свои работы выставляли? Да, да, выставляли. Ну, знаете, ситуация такая. В общем, я узнал об этом кузне, говорит, полмесяца назад. Но готовиться начали только вчера ночью. Вот, вчера мы ночью вышли с ребятами, вот поснимали как-то. А, то есть это, получается, ваши ночные кадры? Вот эти вот, да? Да, 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 и, к сожалению, принтер подвел, и, к сожалению, все фиолетовое. И, да, и рисковая фотография вышла, потому что поезд гнался, да, и еще полицейские, мы боялись. Ага. Как вообще вот такой конкурс? В прошлом году принимали участие? Очень классно. Нет, потому что я тогда не был фотографом. Потому что я тогда был всего лишь мобильным. А сейчас реально у меня уже зеркальный фотоаппарат, вот я хотел принять участие. Потому что реально это крутой, крутой конкурс. А где вы занимаетесь танцами? Какой-то кружок, группа у вас есть? Народный танец. Вот это только что было народный танец? Да. И какого народа это был танец? Казахский. Ну только что вы не казахский народный танец танцуете? Кей-поп. Кей-поп? Корейский народный танец. Хим-поп. А, хим-поп. А то я думал кей-поп. Хорошего вам дня, классно танцуете. Спасибо. Вы сегодня свои работы выставляли? Да. Где они у вас? Вот. А, вот вы. Да, вот. Вот эти вот два верблюда. Картина, да, вот называется как бы два верблюда. Почти как две коровы. Точно, точно, да. Только два верблюда. Как вообще вот другие работы, которые вот вы смотрели, вот любители вот сегодня там выкладка выставили, работы вообще как? Ну вообще уровень значительно выше стал, чем в прошлом году. Просто даже вот эти вот последние два ряды, которые там есть, выставили любители. Я бы сказал, там уже даже хорошая работа, достойная. Даулет, даулет, давайте поддержим все вместе. Даулет, давайте поддержим все вместе. КОНЕЦ Здесь маленькая часть нашей скромной коллекции. Жемчужина, это, конечно, Энерман, 1917 года постройки, это ручная работа, ручная камера. Это те самые камеры, которые вы видели в фильмах про Чарльз Джаплина, где нужно накрываться черной каменью, чтобы увидеть хоть какое-то изображение. Дальше эволюция камер пошла по нарастающей. У нас появились 120-е камеры, 135-е камеры. Они совершенствовались и уменьшались. На сегодняшний день фотографам становится тесно, на земле они начинают подниматься в воздух. Мы используем современные квадрокоптеры для того, чтобы снимать с воздуха. И одного кадра уже становится недостаточно. Мы хотим видеть всю картинку вокруг. Мы даем своему зрителю возможность осматриваться. Так, выходите поближе, что вы с нами так далеко, ребята? Кто самый смелый? Я. О, все, у нас три победителя. Держи в руках крепко, не бойся. Смотри сюда. Скажи вот этому замечательному парню, что сейчас вылетит птичка. Сейчас вылетит птичка. Все? Вот так вот делались фотографии? Держи. Держи. Не бойся. Держишь? Картинку видишь? На кнопку нажимаем? Вот здесь. Но перед тем, как нажать на кнопку, нужно сказать волшебный франк. Улыбнись. Хайрлый геш хурметтых зордалттар, хала турбандары. Баршанызды хала куны мерекесмен, шинжериктем, тутаймин. Крынче, көрермендер көзайм, нанят сасвойча, тумирис марапаттала. Аплодисменты. 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 Так, да. Тамерис подарок от Араэспа. Билеты на Араэспа. Два билета. Билеты. Третий орын, жени 20 ментинги, ахшала истилы, Исламова Алла. Алла, город Афтубе, давайте погромче поаплодируем. Екенчё орын, жени 30 ментинги, ахшала истилы, Анар. Екенчё орын, жени 30 ментинги, ахшала истилы, Бүгінгой сайтын жиын басы, Нурбулат Нуржаубай. Война, город Афтубе, давайте ги намею. Службай. Так, теперь, для того, чтобы избежать каких-либо разговоров, я бы хотел предоставить слово нашим членам жюри. Почему именно они оценили вот эти первые, вторые и третьие места? Пожалуйста. Спасибо. 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 Еще раз, еще больше влюбился в Казаларду, да? Реально. Поэтому хочу сказать спасибо всем фотографам. Молодцы, очень хорошо показали. Можно создать альбом такой, да, можно в интернете это все раскрывать, говорить о Казаларде, показать всему Казахстану, всему миру, что очень много красивых мест есть здесь у нас, да, есть на что посмотреть. Можно приехать сюда, отдохнуть, посмотреть, потому что у Казаларды богатая история и национальном фоне, да, и современные здания есть, да, как бы. Поэтому спасибо всем фотографам. Единственное, еще хочу сказать спасибо организаторам. Герлан, Мусаев, да, Акима. Большое спасибо. Пусть такие мероприятия будут больше. Я сегодня получил хорошее удовольствие вообще. Субботний вечер удался на самом деле. Все красиво. Спасибо всем, кто пришел вообще. Молодцы, поддержали. Пусть будет еще больше людей, да. Если мы не будем поддерживать друг друга, кто будет поддерживать, да. Поэтому желаю еще, чтобы номинаций еще было больше. Я в следующий раз еще больше будем, как бы, тоже организовываться. Подарки будут с нашей стороны, как бы, да. И приглашать другие компании. Ну, что мероприятие очень классное. Хороший отдых. Сами себе сделали, да, супер. Спасибо фотографам. Я вообще в прошлом тоже фотограф. Как бы, да. Все, спасибо всем. Здесь, чтобы не было никаких завтра разговоров, я прошу именно выбрать те три фотографии, которые заняли первые, вторые и третьи места. Вот которые вот реально вот, ну, завтра я по-любому знаю, что какие-то будут определенные недопонимания. Пожалуйста, члены жюри, выберите именно те фотографии, которые заняли третье место по одному, второе место и третье место. То есть по три фотографии? Нет, по одной фотографии. Ну, явно какая-то фотография заслуженная была от третьего места. Общее. Общее. Все. Тогда спасибо всем, всем участникам. Ну вот, ребята, закончилась фотосушка 2019. Интересные фотографии были непривзяты в жюри, выбрали своих победителей. А так, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, пишем комментарии. Ну и до скорых встреч, всем пока, ребята.